Моторные технологии это компания, производящая высококлассные автоматические моечные установки для очистки деталей и агрегатов весом от 50 до 1000 кг. Ручные мойки и автоматические мойки для небольших СТО, промышленные машины портального и проходного типа для крупных производств, а также эффективная химия для них, галтовочное оборудование и стенды для опрессовки ГБЦ. Все, что нужно, чтобы работать с удовольствием. Все подробности находятся в описании. Привет всем! Название вы уже читали, долго болтать не буду, приступим. Имеется мотор, который я недавно снимал на бложике. Ну, я имею в виду, я его физически снимал. Мы поставили контрактный двигатель на Majestia 400, а этот сняли. Проблема у этого двигателя шум изнутри. Я предполагаю, что здесь шумит коленвал, поэтому сейчас будем постепенно до него добираться. И по мере разбора поглядим подробненько, как, где, что стоит, как выглядит, как разбирается и так далее. Клапанная крышка у нас держится на 10 болтах. 9 из них вот такого вот формата. Это М6 длиной 30 мм, подключено 8. И один упорный под шестигранник на 5. Тоже М6. Конструкция натяжителя классическая. Здесь стоит спиральная пружина и взводится этот механизм путем закручивания винта внутри. Это у нас болт-заглушка. Такая вот штука. На контрактном моторе не было термостата, поэтому пришлось термостат сдернуть с этого двигателя. Корпус термостата выполнен вот в таком вот форм-факторе. Это у нас дренажный винт, который позволяет удалить воздух из системы охлаждения, когда вы охлаждайку меняете. Сливной болт находится вот здесь, снизу. Ну, вы его увидите, он характерно так выпирает, и под ним стоит медная шайба уплотнительная. На выпускном распредвале у нас имеется пусковой декомпрессор. Выглядит он как полумесяц. То есть вот так вот. В момент запуска он вот так отходит и перестает выполнять свою функцию. Постель у нас держится на 8 болтах М6, тоже подключено 8. Явно видно, что болты каленые, резьба катанная, и тело болта имеет переменное сечение. Основная часть тела у нас 7 мм, а там, где накатана резьба, 6 мм. Длина всех болтов 35 мм. Постель снимается от руки, без каких-либо усилий. Стоит на двух направляющих. Направляющий у нас вот и вот. В целом, в принципе, состояние двигателя достаточно неплохое. И странно, что произошло то, что произошло. Есть некоторые потертости на распредвале. Как на впускном, так и на выпускном. Но это больше, наверное, даже следы его работы. Вот, кстати, механизм. Как он работает на распредвале. А, в принципе, сам весь механизм работает следующим образом. То есть у нас вот здесь внутри распредвала есть вращающаяся часть. Внутри вала еще один вал. Вот этот вот упор или выступ стоит на противоположной стороне одного из выпускных кулачков. И в момент такта сжатия немножко стравливает давление в выпускной тракт. Впускной распредвал выглядит гораздо проще. То есть просто два кулачка, две кориндых шейки, два болта, которые держат шестерню. Клапанные чашки. Внутри клапанной чашки стоит регулировочная шайба. Исходя из того, что у нас двигатель вряд ли кто-либо лазил, то у нас здесь сохранилась, в принципе, даже маркировка 192. Сейчас снимаем головку. Еще один маленький момент. Перед съемом головки это нужно открутить экологию. Это еще далеко не все. Внутри спрятаны два длинных болта М6 под шестигранник на 5. Обычно такие вещи оставляют снаружи, но эстетики ради они поступили по-своему. Очень длинные болты. Тоже катанная резьба, переменный диаметр. И здесь у нас длина 150 миллиметров. Вот так внутри выглядит головка. Ничего, собственно, интересного. Четыре клапана, два впускных, два выпускных. Диаметр приличный у этого двигателя. 400 кубов, как-никак. Двигатель достаточно короткоходный. Диаметр ходу этого двигателя 8373, соответственно, для тех, кто не в курсе, короткоходным считается тот двигатель, у которого диаметр превышает ход в миллиметрах. Для удобства полностью снимем сейчас экологию. Крепится она на трех болтах в нашем случае. Один болт короткий, 15 миллиметров. М6 подключена 10 снизу, то есть вот эта трубка держится. Остальные прикручены к крышке генератора. М6 подключена 8, длина 15 миллиметров. Это еще не все. Последняя инстанция – это открутить патрубок системы охлаждения. Тоже М6, подключена 8, длина 12 миллиметров. После всех данных манипуляций остается под цилиндром последний болт. Вот он. Тоже подключена 8, тоже М6. Цилиндр, в отличие от большинства конкурентов, чугунный. В алюминиевой рубашке прекрасно точится, то есть есть ремонтные поршни. Первые признаки начального разрушения двигателя. То есть у нас здесь имеют место серьезные тепловые прихваты. То есть вот они. С одной стороны. И с другой стороны точно так же, почти на всю длину цилиндра. Поршень прихваченный. Надеюсь, услышите этот звук. Коленвал погиб. Так, сейчас нам нужно открутить остатки системы охлаждения. Кстати, здесь, опять же, в отличие от некоторых конкурентов Ямахи Маджести, у нее есть развитый теплообменник. Вот у нас каналы теплообменника. Такие методики применяются в постройке высоконагруженных двигателей для того, чтобы улучшить теплоотвод из двигателя. То есть у нас помимо того, что система охлаждения омывает цилиндр с головкой, еще плюс ко всему идет два канала вовнутрь двигателя. Крышка генератора у нас держится на 11 болтах, тоже М6. Все болты имеют одинаковую длину. Крышку снять просто руками сложновато, потому что здесь воздействует магнитная сила статора. И вот, собственно, тот самый теплообменник, про который я говорил. То есть вы видите, он стоит у нас в картере двигателя. И охлаждающая жидкость там циркулирует. Забирает избыточное тепловое масло, как я и говорил. Здесь у нас трехфазный генератор, как и везде на такой технике. Индуктивный датчик, привод, помпы. Ну и система каналов, то есть вот эта вот часть закрытая. Это у нас система каналов сапуна, маслоотделитель. С торца крышки находится подшипник, который разгружает коленвал. Дополнительно это уже третий подшипник получается у коленвала. Прокладки металлокомпозит с добавлением графита. То есть вот она прям прилипает сразу к ротору генератора. Такие прокладки, кстати, ставятся на японскую технику очень много где. Не только на максискутерах, но и на мотоциклах. Ну вот здесь уже Yamaha, конечно, дала жару. То есть в отличие от всех нормальных мотоциклов, максискутеров, у нее совершенно нет никакой резьбы на роторе генератора. То есть как хотите, так и снимайте. Единственный способ снять ротор, это браться за крепежные точки обгонной муфты стартера. Вот они, 6 штук. И это единственный вариант. И еще, плюс ко всему, задача осложняется тем, что здесь вот есть тонкое место, которое тоже очень сильно подвержено повреждениям. То есть необходимо что-то на нее одевать с центрующим каким-то местом, с конусом. И только лишь у него упираться. То есть упираться нужно в вот этот вот борт, где заканчивается резьба. То есть в торец вот этой вот части упираться никак нельзя, потому что ее сразу сомнет. Благо, что со времен общения не очень приятного с XT-660Z у меня вот есть такой съемник самодельный. И сейчас его как-то надо будет сюда приделать. Шпонку, кстати, удобнее всего доставать при помощи кусачек. Они хорошо цепляются и достают. Такие мелочи я всегда стараюсь ложить, класть на магнит ротора. По остальным узлам здесь все достаточно просто. Как и везде в таких крупных двигателях у нас есть балансирный вал. Он находится в верхней части двигателя. После разбора половинок это будет хорошо видно. Дальше приводная цепь идет вниз на масляный насос. Ну и, конечно же, основная цепь системы газораспределения, цепь Морзе. Успокоитель второй цепи выполняет исключительно чисто символическую функцию. И вот наблюдать, к примеру, вот такую вот телепанку здесь. Это можно практически в каждом втором моторе. Не знаю, почему не ставят развитых натяжителей, хотя они здесь, в принципе, лишними бы не были. Стоит просто вот такой вот успокоитель, который не позволяет одной цепи доставать до другой. И все, и вот так вот в свободном положении все это дело работает, болтается. Причем многие годы и каким-то образом непонятным для меня работает без проблем. Не рвется. Цепь Морзе отличается большей прочностью. На разрыв, на вытягивание она более стойкая. Снимем для удобства башмак, чтобы он нам впоследствии не мешал. Крепеж сидит на красном фиксаторе. Тоже М6, 12 мм, под шестигранник на 5. И снизу тоже есть небольшая косынка. Но ее уже откручивать не надо. Она позволяет снять успокоитель. Все, теперь можно достать штифт, на котором стоит башмак. Достаточно интересный. И имеет еще небольшой переменный диаметр. Не знаю, для чего. После этого уже можно достать и цепь ГРМ. Прилично вытянутая, потому что новую цепь, когда ставишь, то прям у нее там запас провиса очень маленький. А вы видели, когда я снимал распредвалы, прям видно, что проваливается между ними цепь очень серьезно. Это плохо. Очень интересно сделан привод маслонасоса. То есть не напрямую к самому маслонасосу, к валу, а через шестеренку. Две капралактамовых шестерни находятся внутри. И причем, ну так судя по всему, навскидку еще и с понижающим числом от балансирного вала. Основные точки крепежа, которые держат в кучу двигатель, находятся с левой стороны. Крепеж здесь в большинстве своем разноименный. Есть как М6, так и М8. Вообще как-то очень странно для меня. Хочу сказать, что откручивается очень легко. Как будто расслаблено. Вот этот болт вообще свободно открутился, как будто не был затянут. Двигатель этот впоследствии пойдет в разбор, поэтому не вижу смысла по поводу возмущения о том, что он грязный. Поскольку никто его ремонтировать не собирается. Для тех, кто не смотрит блог, вкратце расскажу, что контрактный двигатель на Majestic 400 стоит где-то в пределах от 17 тысяч рублей. Понятно, что это БУ, но мы успешно его поставили, и он поехал вообще без каких-либо проблем. А новый коленвал в этот двигатель, в случае как здесь, если он умер, стоит 43 тысячи плюс доставка. Вот, собственно, и весь двигатель. Я уже вижу тут кое-какие повреждения. Сейчас мы о них подробно поговорим. Вот такой вот коленвальчик. Рука у меня не маленькая, поверьте мне. Следовательно, и коленвал тоже достаточно большой. То есть где-то он сантиметров так 25 в длину. Давайте посмотрим на внутренней части. Вот, собственно, привод масляного насоса. Все это стояло вот так. Как-то подозрительно туго у нас вращается масляный насос. А он, господа, весь задранный. Причем задранный капитально. Он закусывает. И, скорее всего, это и послужило причиной выхода из строя всего двигателя. Потому что масляный насос – это такой узел высокопрецизионный, который совершенно не терпит допусков в размере плюс-минус трамвайная остановка. Так же точно, как и компрессорные двигатели и их компрессоры. Сейчас я покажу максимально близко все, что здесь происходит. Здесь, в общем, Сталинград. Видите все вот эти риски круговые? Их тут быть не должно. Здесь должна быть практически зеркальная поверхность. А здесь все в задирах. И плюс ко всему, вот эта вот плита, по которой ходит ротор масляного насоса, тоже должна быть абсолютно гладкая. А она, видите, в каком состоянии? Она вся задранная. Причем здесь прям видны вот результаты приваривания металла к металлу. Поскольку здесь у нас железо. И здесь у нас железо на самих лопастях ротора масляного насоса. Железо с железом сваривалось. Отсюда, в принципе, и причина. Поскольку на этих всех двигателях нет абсолютно никаких датчиков давления масла. Ну, я имею в виду там манометров, по которым можно следить, что оно не в норме, а ниже, чем обычно. Поэтому никто и не мог, в принципе, догадаться, что такое случилось. То есть этот насос не качал необходимое давление в двигатель, что и привело к общему, в принципе, разрушению мотора. Здесь, с обратной стороны, тоже Сталинград. Причем в еще больших масштабах, поскольку в нашем случае это алюминий. Алюминий задрать гораздо проще. Если в насосе ушла хотя бы десятая доля миллиметра в уплотнении, то забудьте про давление там в 6-8 атмосфер. Его тут, в принципе, нет и быть не может такого. А у нас здесь на блоке самого двигателя можно иметь счастье наблюдать задиры. Ну, в частности, на левой половинке, на правой. Не так это все ярко выражено. Причем самое интересное, что вкладыши еще более или менее выдержали. Ну, в частности, вот здесь есть задиры по торцу, но вкладыш находится в более или менее приемлемом состоянии. А вот, в частности, правая половинка, там все с точностью до наоборот. Если у нас в торце здесь каких-либо серьезных повреждений нету, то на вкладыше можно наблюдать царапины серьезные. Вот они. В балансире имеется демпферный механизм. Вот видны пружины. То есть уже тут кое-как колебания гасятся. Все это держится на горячую, запрессовано. И здесь вот можно увидеть две проточки под стопорные кольца. И между ними стоит ведущая шестерня маслонасоса. Вот так вот она на шлицевую часть одевается. И вот в этом месте стоит. А с вот этого подшипника, в частности, вы балансирный вал не снимите, пока не поснимаете все стопорные кольца. Тогда он свободно выходит. Посадка у него свободная. Подшипник сидит напряженно в половинке. Имеется байпасный клапан избыточного давления масла, поскольку вот у нас с этой стороны находится масляный фильтр. В него насос скачает, а из него уже идет по всем самым главным ответственным магистралям. И данный клапан как раз-таки стоит в главной подающей магистрали, как и везде. Вот так вот выглядит поршень. Вот такие вот задиры. Ну, классика жанра на четырехтактных двигателях. Не только на мопедных, на всяких мотоциклетных, но и на автомобильных тоже так же можно все это узреть. Это все вот прям явный перегрев. А перегрев, опять же, из-за чего? Из-за того, что не было в должной смазки. То есть повышалось трение локально на короткие промежутки времени. Все это дело благополучно еще продолжало работать, но уже начало самоуничтожаться. Как видите, двигатель можно разобрать вообще с абсолютным минимумом инструмента. Необходимых съемников даже не понадобится. Понадобится только какая-никакая плита, из которой вы сможете сделать блин, если вам необходимо будет снять ротор генератора. Надеюсь, этот видеоматериал будет подспорим для многих, кто боялся. Вы видите, что ничего сложного внутри двигателя и такого уж страшного и жуткого нет. Самое главное сортировать крепеж, подписывать его, как это обычно делаю я. Это несложно. Скачивать мануал, соответствующий для своего двигателя. И с чувством, с тактом, с расстановкой все это можно благополучно собрать, соблюдая все моменты затяжки и порядок затяжки болтов. С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская Питстоп. Подписывайтесь, оценивайте, покажите друзьям, если у них что-нибудь похожее поломалось. Возможно, им это будет полезно. Всем пока!